Весной 2019 года в Баку в четвертый раз пройдет один из этапов королевских гонок Формулы-1. Соревнования, за которым без преувеличения следит весь мир, впервые прошли в столице Азербайджана в июне 2016 года. Тогда впервые тысячам гостей, прибывших на гонки из разных уголков мира, были продемонстрированы культурные и исторические красоты Баку. А профессионалы автоспорта смогли посоревноваться за звание лучшего. Азербайджана помогали в организации международного спортивного мероприятия до 3000 волонтеров. О том, какую роль играет молодежь Азербайджана в проведении гонок, мы поговорим с гостем нашей студии, координатором по волонтерам Баку-Сити-Серкет Туралом Гумбатовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Турал Майм, Академия БСС готовит волонтеров к участию в гонках уже в четвертый раз. Что изменится при подготовке в этом году и вообще как проходит процесс подготовки молодежи? Я хотел бы отметить, что каждый год более 10 тысяч человек к нам обращаются, чтобы быть волонтером. Но, увы, как вы и отметили, только 3000 из них получают шанс быть волонтером во время Формулы-1. Чтобы развивать эту молодежь, мы создали Академию БСС, и мы стараемся делать все, что в наших руках, чтобы развить нашу молодежь. БСС Академия следит за тенденцией сегодняшнего дня. И в этом году мы сделаем семинары, и также будут разговорные клубы для волонтеров. И на тему семинаров будут такие, как я могу быть влогером, как быть блогером. Вы знаете, это на данный момент очень актуально. Также, как я могу создать свой бизнес с нуля, а также, как я могу создать свой стартап. И все семинары будут такими же, чтобы параллельно развивать нашу молодежь, чтобы они после гонок были профессионалами своего дела. То есть они участвуют в подготовке не только непосредственно того, что касается именно непосредственно гонок, но и в целом. Развиваются их какие-то аналитические навыки? Да, конечно. Цель БСС Академии состоит в том, чтобы развивать молодежь, не только волонтеров. Вы знаете, волонтеры работают максимум месяц. И то это волонтеры аккредитации и униформы. А молодежь же остается, потому что после гонок мы хотим, чтобы у них остались какие-то навыки после Формулы-1. И поэтому мы развиваем их в целом и комплексно. А какие возможности для волонтеров открывают участие в этой гонке? То есть, если я правильно понимаю, в основном волонтеры это молодые люди старше 16 лет. Какие возможности, допустим, для дальнейшей карьеры им открывают участие в организационном комитете? Во-первых, мы всегда стараемся делать, мы всегда говорим, твердим, что волонтерство это стиль жизни. Будучи волонтером, человек получает очень большой опыт, круг общения. Также у него есть шанс сделать первый шаг к своей карьере. 5 октября мы даже организовали карьерную ярмарку для наших волонтеров, где участвовали очень большие фирмы, компании Азербайджана. И зарубежные, которые работают в Азербайджане. И мы сделаем все, что в наших руках. Мы как бы сами для себя готовим своих кадров. В 2017 году 50 волонтеров, бывших волонтеров, они стали работниками во время Формулы 1. В 2018 году количество было 75. Ну, будем надеяться, что в этом году будет еще больше. Но, тем не менее, у вас достаточно жестокий отбор. То есть, если 10 тысяч человек подали заявки, из них были отобраны всего лишь 3 тысячи. Какими критериями должен обладать молодой человек, либо девушка, чтобы стать волонтером? Да, правильно. У нас тщательный отбор. Проходят только те, у которых есть мотивация. То есть, мы очень хорошо это проверяем. Также смотрим на лидерские навыки, работа в команде, опыт. Но опыт – это не так важно, потому что каждый год где-то 30-35% команды обновляются. Поэтому самое главное для нас – это мотивация молодых людей. И не только молодых. Я хочу отметить, что в прошлом году и были наши волонтеры, которым по 40, 50, 60 лет. И они очень такие молодые духом были. Волонтерство – это для всех. И мы приглашаем всех, чтобы они были волонтерами. В конкретной, допустим, сферы, где надо будет работать с журналистами или же работать с гостями за рубежом. Да, там нужно знать хотя бы один язык полностью или же два языка. Но есть и сферы, где не нужно знать. Знание языков не требуется. Там, где они работают с нашими работниками, это не так важно. Но было бы хорошо, если мы создаем сами этот шанс, чтобы они развивали свои навыки. Но это не так важно. То есть они могут и так пройти регистрацию и стать нашими волонтерами. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню о том, какую роль играет молодежь Азербайджана в проведении Гран-при Формулы-1 в Баку. Мы поговорили с гостем нашей студии Туралом Гумбатовым.